Первый кабинет непосредственно, который... Удостоверение реабилитированного лица Манбук Ли получил в Центре занятости социальных программ Шумкента. В документе написано, что он имеет право на льготы. Правда, на какие именно льготы можно рассчитывать мужчине, объяснить никто не удосужился. Пока Манбук пользуется лишь льготами на бесплатный проезд в общественном транспорте. Документы сдаю, говорю, спрашиваю. Для чего, говорю? Удостоверение будем выдавать. Ну, ладно, черт себе. А когда я вот эти удостоверения стал брать, ну для чего, говорит, мол, они сами не знают. Но на автобусе я три раза бесплатно проехал. Но действительно, кондуктор, говорит, берет и читает. Читает, читает, а после передает. Ну, для чего-то выдали же, правильно же. Пенсионер, проживающий в Шумкенте более 20 лет, часто вспоминает родителей. Говорит, когда семью высылали в один из поселков, условия были такие, что не разрешалось общаться даже с близкими родственниками. Позже семья перебралась в Ташкент, затем в Казаларду. 20-50-е годы прошлого столетия вошли в историю как годы массовых репрессий. Выполнение намеченных программ в годы репрессий нередко достигалось путем попирания элементарных человеческих прав целых слоев населения и даже народов. Репрессиям подвергались и по национальному признаку, за религиозные убеждения, за социальное происхождение и родственные связи с оппозицией и партийными группировками. Согласно закону реабилитации подлежат все, без исключения лица, непосредственно подвергшиеся политическим репрессиям на территории бывшего Союза СССР и в настоящее время являющихся гражданами Республики Казахстан. Им и выдается удостоверение реабилитированного лица. Чтобы получить это удостоверение, необходимо предоставить адресную справку, удостоверение личности, справку с прокуратуры о реабилитации на основании архивных справок, фотографии 3х4. Им предоставляется бесплатный проезд в общественном транспорте, а также раз в год они могут бесплатно воспользоваться железнодорожным и воздушным транспортом. На сегодняшний день отделом занятий социальных программ готовится разовая помощь относительно этих граждан. Их на сегодняшний день около 1400 человек. Где-то мы готовим свои предложения. После рассмотрения данного вопроса мы можем дополнительные сообщения. Единовременная помощь это будет, единовременная помощь, пока мы предложим на рассмотрение сессии Масльхата. И если нас поддержат депутаты, мы думаем, что дополнительно мы сообщим. Все документы необходимо принести в городскую отделку Ординации занятости и социальных программ, которые находятся по адресу улицы Джангильдина, 13. Всю информацию о помощи, оказываемой государством жертвам политических репрессий, можно узнать по телефону 56 25 39. Продолжение следует...